На площадке одного из парков Даки осваивают скейтборд юные бангладешцы. В группе и маленькие дети, и подростки. Все они из столичных трущоб. Но теперь благотворительная организация помощи безнадзорным детям Бангладеш дарит им надежду на лучшую жизнь. Раньше они каждый день собирали мусор, зарабатывали деньги. Они должны были приносить их домой. Родители постоянно заставляли их собирать мусор, чтобы они помогали семье. Но в их возрасте нужно учиться, а не выполнять тяжёлую работу. По оценкам благотворительной организации BSKA, на улицах Даки пытаются зарабатывать деньги 600 тысяч детей. Многие заражаются инфекционными болезнями, роясь в помойках. Кроме того, дети попадают под плохое влияние улицы. Организация BSKA выдаёт детям из малоимущих семей скейтборда, одежду, обувь, помогает продуктами, оказывает медицинскую помощь и даже дарит игрушки. «Раньше я просто бродил, собирал мусор и играл в кусочки бумаги, которые находил. В жизни не было цели и не было никакого смысла. Теперь у меня появилась цель. Я хочу что-нибудь делать, хочу нормальной жизни. А после школы найду хорошую работу». «Когда стану взрослым, буду трудиться. Хочу найти работу. Но, кроме того, я хочу кататься с детьми, такими же бедными и беспомощными, как я. Хочу учить их кататься на скейтборде». Родители уже замечают в детях перемены к лучшему. «Когда он стал заниматься скейтбордингом, всё изменилось. Теперь он вовремя приходит в школу, мне не нужно тратить на него деньги, потому что у него есть еда. Раньше учителя говорили, что он неискренний. Теперь стало лучше. Он научился общаться с людьми». Представители благотворительной организации тоже говорят, что их подопечные начинают лучше учиться и в обществе чувствуют себя увереннее. Проект помощи бангладешским детям запустили четыре года назад. В ближайшее время организация планирует построить площадку для скейтбординга, а позже открыть школу для безнадзорных детей.